МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строение красный, что отмечаем 7 ноября. Это сложно объяснить детям, но историю не перепишешь. Работу над ошибками сделаем. Туда съехался весь мир. Мы тоже не смогли пропустить. Наши в Шанхае во всех смыслах мегаполис. Чем пленит и одновременно пугает город с душой из стекла. И наш человек ВОДКБ. Новый генсек мог быть из Беларуси, но нет. Саммит закончился, а для генерал-лейтенанта все только начинается. Говорит и показывает. Астана. Без погон, но тоже в форме работник службы. Одно окно. Теперь вы узнаете его из тысячи. Лоск, конечно, наведем, но что изменится по сути? Заглянем в окошко. И все же разрешите пожаловаться. Если вас не понимают, всегда можно позвонить Урганту. Девушка из Гомеля так и сделала. Еще в субботнем выпуске и в кино сходим, и музыку послушаем. Листопад завершился, но у нас есть лишний билетик на сеанс, который точно не повторится. А начнем с новости. Вот непонятно, хороший или плохой. Даже не знаю, как сказать, чтобы не расстроить коллег. Сейчас на моем месте вполне мог оказаться робот. Виртуальный ведущий такого уже показали в Китае. Работать он может круглыми сутками, больничных отгулов не просит. И как две капли похож на вполне реального диктора. Знакомьтесь, Чжан Чжао. За внешностью, которую сложно отличить от оригинала, скрывается искусственный интеллект. Как по мне, так синтезированный голос у него не очень. Нет в нем человеческого тепла. А в остальном он, конечно, хорош. Работает за семерых, не допускает оговорок. А учитывая, с какой скоростью развивается машинное обучение, не удивлюсь, если совсем скоро киберведущего не отличишь от настоящего. Иногда кажется, что будущее наступило еще вчера. По крайней мере, именно так себя чувствуешь в Шанхае. Были? Знаем. В этом футуристическом городе проходит самая большая в мире выставка. 130 стран. Можно довольно долго играть в города. Беларусь представляют больше 80 предприятий. Кстати, наш товароборот с Китаем превысил 3 миллиарда долларов. А кредитов, на которые страна может покупать китайские товары и услуги, их еще называют связанными. Пекин выделил больше, чем на 5 миллиардов. Попробуем разобраться, что к чему. Нихао, говорим послу Беларуси в Китае на связи из Шанхая Кирилл Рутой. Кирилл Валентинович, уровень сотрудничества двух стран высок, как никогда. Но все же пока юани притекают в Беларусь в форме связанных кредитов. Это вызывает споры. На ваш взгляд, связанные кредиты все-таки связывают руки? И не настало ли время перейти к инвестициям без обязательств? На самом деле в Китае достаточно много возможностей. Часто вопрос остается на белорусской стороне. То, что мы воспользовались связанными кредитами, это говорит о востребованности импорта. Вместе с тем, есть возможности прямого инвестирования и привлечения этих инвестиций из Китая. Китай в прошлом году инвестировал в Евросоюз более 40 миллиардов долларов. Поэтому деньги есть. Вопрос в открытости, вопрос в рынке, который сможет ли переварить эти деньги и окупится для китайских инвесторов. Китайский финансовый рынок второй в мире по объему выпуска облигаций. Наше правительство на протяжении длительного времени проходит подготовку к выпуску, например, белорусских облигаций. Поэтому возможностей достаточно много. Надо расставить приоритеты и действовать в этом направлении. Китайский проект «Один пояс, один путь» сейчас консолидирует какое-то невероятное количество стран. Но скептики говорят, что таким образом Китай может распространить влияние по всему миру. И глобальная экономика просто станет китайской только в мировом масштабе. Что вы думаете на этот счет? Есть какие-то опасения? Мы выходим на китайский рынок, Китай для нас открывается. Поэтому я бы не зацикливался на таких, знаете, геополитических фобиях, а просто делал то дело, которое здесь начинает как-то получаться у наших экспортеров и сконцентрировался на этом. Не важно, кто будет лидером глобальной экономики, главное, какие от этого преимущества получит Республика Беларусь. В данном случае у нас открыты двери, открытость именно с Китаем. Надо этим активно пользоваться. Что ж, будем извлекать пользу по максимуму. Спасибо. Это был Кирилл Рудой, посол нашей страны и, пожалуй, самый известный белорус в Китае. Но не единственный. Каково это? И с синёкой переехать в Поднебесную. Говорят, среди высоток из бетона и стекла таскапы лесам и озерам накрывает особенно сильно. Анна Волковец устроила в Шанхае день встречи земляков за 7,5 тысяч километров от дома. Белорусу в Шанхае нужно несколько дней, чтобы просто привыкнуть к масштабам. Только представьте, в одном городе живут 24 миллиона человек. Это в 2,5 раза больше населения Беларуси. Здесь находится 60% небоскребов всей планеты, в самом высоком из которых могут поместиться 40 тысяч человек или жители сразу двух белорусских городов – Держинска и Шклова. С желанием подняться на второе по высоте здание в мире мы бороться не стали и поспешили наверх посмотреть и показать, как выглядят 634 метра над уровнем Шанхая. Высота головокружительная. Это часто бывает сюрпризом для туристов, ведь заплатив около 30 долларов за билет, вы можете оказаться слишком высоко в облаках. Оказалось, что облака или легкий смог здесь могут появиться в любую секунду, а после все надеются, что все это также быстро исчезнет. Стоят и часами пытаются рассмотреть мегаполис, которого в этот момент как будто и нет. А нам стало понятно, что без знающего и желательно своего человека быстро узнать Шанхай не получится. Осталось найти белорусов среди миллионов. Лола родилась и выросла в Минске. Работала фотографом, а 17 лет назад по работе мужа пришлось переехать. Сейчас говорит, что слова о другой планете и языке, который нам кажется невозможно понять, это лишь первые впечатления. Можно жить и не очень хорошо, зная язык, и не одна я такая, как-то объясняешься жестами на пальцах. Китайцы очень доброжелательный народ, и они всегда готовы тебя понять, даже говоришь ты или не говоришь на их языке, но если ты разговариваешь по-китайски, конечно, уважение к тебе возрастает. Сегодня Лола востребованный фотограф, особенно среди русскоговорящих туристов, но фотографу в Шанхае нужны дополнительные навыки. Быстро делать эффектные снимки для одного, когда вокруг постоянно спешит толпа, точно не получится. Приходится как-то вот изворачиваться, ждать, когда вот люди пройдут, допустим, и вот эти вот секундочки вырывать, когда, ну, когда-то же бывают доли секунды, когда никого нет. Это, в принципе, для одной фотографии и готово. Для съемки юной модели в национальном костюме Лола выбрала парк в старом городе. Здесь сложно найти уединение, но можно покормить красивых карпов Кои и перенестись в Китай прошлого, а еще стать ближе к другой планете Шанхай. Я чувствую, что это другая планета, и я эту планету очень люблю. Она не похожа ни на что. А вот показать нам то, что совершенно не укладывается в белорусском сознании, предложил Андрей Гуща. Он занимается поставкой импортных товаров в Китай, в том числе и белорусских. И за 13 лет работы успел и сам удивиться, и знал, чем нас удивить. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Аня. Мы попросили вас показать нам какое-то необычное место для белоруса. Почему вы назначили встречу здесь? Где мы? Мы находимся в центре Шанхая, на Народной площади. Оно, может, для нас и необычное, но обычное для шанхайцев. Особенно тех, которые ищут невест и женихов. Рынок невест. Мамы и папы, дедушки и бабушки приходят сюда каждые выходные, чтобы сосватать детей и внуков. Давай поженимся – китайский вариант. Причем очень жизненный. Этой традиции всего 15 лет. Возможности больше учиться и зарабатывать у молодежи в Шанхае заменили возможность случайно встретить свою вторую половинку. Поиском занялись родители. Обалдеть! Я вообще в шоке! А он зовет, да? Пойдем! Эй, присмотрись к моему сыну! Высокий, хорошо зарабатывает. Интересно? Покажу фото! У меня девочка, она родилась в 99-м году. Учится в Шанхайском университете. Это занимает много времени, и чтобы найти мужа, я прихожу сюда очень часто. Меня тут предложить не получится, потому что я присутствую, да? Надо, чтобы жених или невеста потенциальные не были здесь. Да. Если мы будем вместе, то, соответственно, ваша цена, она сразу упадет до непонятных фенезин, и, соответственно, уже будет неинтересно. Кроме роста и веса, родители обязательно изучают указанные имущества и доход. Потом попросят фото и спросят знаки зодиака. Если почувствуют, что звезды сошлись, будут организовывать встречу. Для жениха надо, чтобы была машина, деньги, квартира. Тогда шансы высоки. Если ничего этого нет, все, гуляй. А можем у него спросить, какие у меня шансы? Потрясающие, очень красивая, работаешь. Быстро тебя отдадим. Еще и из Беларуси. Шансы оценили, новыми традициями впечатлились. Время, как здесь уместно сказать, заморить червячка. Все говорят про то, что очень сложно привыкнуть первое время к китайской еде. А что можно попробовать вот такое, чтобы действительно удивиться сразу? Ну, может, давайте попробуем червячков разных. О, какое интересное предложение. Не могу сказать, что я от него в восторге. Ну, давайте, наверное. Ну, давайте попробуем. Морских червей здесь любят так же, как более привычных нам креветок или крабов. Но для вкуса нам добавили еще личинки шелкопряда. Сказали, если перед тем, как попробовать, потрогать, будет легче. Ай, я не могу, я не могу их взять. Давайте, давайте, давайте. Чтобы мне помочь. Не бойтесь. Нет, ладно. Не бойтесь. Они... Не, не, не кусаются. Не бойтесь. Это противно. Нет, я не могу. Все, сэнки, готовьте. Черви, к слову, в приготовленном варианте оказались практически безвкусными. Все самое аппетитное было спрятано в шелкопряде. Давайте, как китайцы, ешьте сразу, потом выпил. Мы же китай. Вкусно. Приятного аппетита вам. Забыл сказать. Но в целом они действительно это едят? То есть это не для туристов какая-то история? Ну, они же это не едят каждый день. Но на выходные, раз в неделю... Праздничное блюдо, шелкопряд под соусом. В шанхайском стиле? Нет, ну, как бы это нормально абсолютно. Вы знаете, как бы здесь... А вы едите? Я нет. Но, как показали наши встречи, если не брать в расчет шелкопряда, белорусам в Китае нравится. И с ними можно увидеть не туристический, а настоящий Шанхай. А еще здесь очень быстро летит время. Дни в мегаполисе сменяют друг друга с такой же скоростью, как он застраивается. Еще один факт. За год здесь открывают около 20 новых станций метро. Есть китайская пословица, в которой говорится, размышляя о прошлом, знаешь, каким будет будущее. Вот так Шанхай выглядит в нашем типичном представлении. На самом деле, веками он был практически одноэтажным. А вот таким стал всего за 30 последних лет. Город шокирует, впечатляет, поражает и принимает каждого, кто приезжает сюда с готовностью его понять. Проверено белорусами. Анна Волковец, Марина Тимофеева, Александр Кривецкий. Наши новости. Субботний выпуск. Шанхай. Большое видится на расстоянии. Так говорят, когда сложно сделать выводы сиюминутно. Но в ситуации с Октябрьской революцией это не очень-то легко и спустя сто лет. Относиться к приходу к власти большевиков можно, конечно, по-разному. Но, как не признать, история в тот день вошла в один из самых крутых поворотов. И сегодня, 7 ноября, в Беларуси по-прежнему красный день календаря. Есть и те, для кого Ленин все так же молод. Для них ностальгия по советскому прошлому не пустой звук. К примеру, в Минске цветы к бронзовым ногам вождя мирового пролетариата принесли больше сотни человек. Кстати, мало кто знает, что первый памятник революционеру номер один на просторах всего СССР был установлен именно в Беларуси в далеком 22-м. Традиции это, конечно, хорошо, но дата приобретает новое звучание. Президент призвал извлечь уроки из истории и учиться на чужих ошибках. Первая причина Октябрьской революции – это война. И главный урок, который мы должны извлечь из нашей истории 17-го года – мир, мир и еще раз мир. Второй урок – права человека. Когда идет война, когда разрушено народное хозяйство, когда люди не могут работать, когда кто сильнее приходит, отбирает последнего у слабого, нет речи о правах человека. Поэтому Октябрьская революция – это нынешний праздник, это праздник мира и прав человека, истинных прав человека. Мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории и не бросаем в нее камни. 7 ноября в современной Беларуси праздник не политический, а скорее народный, социальный. Десятки, если не сотни новых объектов, в том числе мост между Туровом и Житковичами, сдали аккурат к красной дате. Строители постарались. Важных политических новостей на этой неделе ждали из Астаны, с саммита организации договора о коллективной безопасности. Главы шестерки стран, входящих в военно-политический блок, собирались в четверг. И интрига, надо сказать, была. Наш человек в ОДКБ. Новый генсек мог быть из Беларуси, но нет, по крайней мере, пока. Саммит закончился, а вопросы остались. Зададим их тому, кто все видел своими глазами. Выходим на связь с Астаной. Анатолий, приветствую. Так что не так с белорусской кандидатурой? Добрый вечер, Анна. Ну, с генерал-лисенатом Станиславом Засим как раз-таки все в порядке. Причина оказалась совершенно в другом. Надо отметить то, что все то, что было заявлено по времени, конечно же, пошло не так. И президенты, когда говорили о том, что будут обсуждать всего лишь час вопросы, связанные с организацией договора о коллективной безопасности, растянули это, ну, как минимум в три раза. У журналистов, которые, конечно же, оказались за закрытыми дверями. Не было практически никаких сомнений, что именно Станислав Засим будет генеральным секретарем организации договора о коллективной безопасности. Но потом, уже ближе к вечеру, что-то пошло не так. Ровно через месяц в Санкт-Петербурге пройдет заседание Евразийско-экономического союза, где и будет названо имя нового генерального секретаря организации договора о коллективной безопасности. А почему так получилось? Почему не в Астане? А потому что армянская сторона все-таки, скажем так, аккуратно сказала о том, что давайте мы все-таки генеральным секретарем организации сделаем нашего человека. Они старого генерального секретаря отозвали, ну, а нового тоже предложили. И, кстати, вот султан Назарбаев не сомневается, это он уже в кулуарах сказал, о том, что именно от Беларуси будет новый руководитель организации, мы узнаем, конечно же, в Санкт-Петербурге в начале декабря. Тот самый вопрос, который многие задают, а что это дает Беларуси? Ну, во-первых, если представитель от Беларуси будет возглавлять столь мощный и авторитетный военный блок, это существенно повышает авторитет нашей страны. И самое главное, этот человек должен знать, как защитить своих людей. Если кандидатура Станислава Засе пройдет в декабре и будет утверждена, то это нам всем знак о том, что в Беларуси об этом знают лучше, чем в других странах и на других континентах. Ну, и нужно отметить еще второй момент. Статус ОДКБ очень сильно повышается на международных форумах. Уже известно, что намечается встреча руководства по линии ОДКБ и НАТО с Североатлантическим альянсом. Ну, и вдависся к этому могу показать вот первая полоса местной газеты «Казахстанская правда» и заголовок в контексте международной безопасности. Ключевое слово здесь именно международной. Поэтому статус ОДКБ неминуемо повышается. Ну, а если генеральным секретарем от организации будет Станислав Зась, я думаю, Беларусь от этого только выиграет. Анна. Анатолий, спасибо. Не будем вас больше морозить. Все-таки минус 16 в Астане весьма суровая температура. Чем закончится история с назначением генсека, дождемся. Вот удивительное дело. Наденешь костюм и сразу чувствуешь себя другим человеком. Интересно, что происходит с теми, кто впервые надевает форму. И я сейчас не о военных. Правительство решило приодеть работников службы одно окно. Это те самые люди, к которым мы обычно идем решать всяческие бумажные вопросы. Так что первично? Форма или содержание? И какой приговор вынесут модные дизайнеры? Наталья Козей. Мода для народа. Это что-то новенькое. Портник 6-го разряда Людмила Кирик уже много лет шьет спецодежду. Темная, серая, грубая. Когда получили заказ на пошив васильковой формы, сперва удивились, затем порадовались. Во-первых, яркие были. Во-вторых, цветочки там вот эти вышитые были. Синенькие. И хотя сейчас здесь уже отшивают форму для работников склада, яркий жилет и платок с васильками не просто запомнили. Благодаря им повысили квалификацию. Заказ был очень ответственный, потому что там была очень большая шкала размеров. И мы подрабатывали под все размеры индивидуально, что тоже создает определенную такую меру ответственности и повышает квалификацию. И вот она, форма сотрудников известной всем и повсеместной службы «Одно окно». Организацию создавали, чтобы помогать людям. Марина Максимович работает со дня основания. Уже больше 10 лет и каждое утро неизменно вставал вопрос «Что надеть?» Теперь есть ответ. Вот у нас галстучек такой, васильки. Это вообще была идея нашего главы администрации. Они не пришиты, не приколоты. Посмотрите, здесь вышивка. Она двухсторонняя, то есть можно комбинировать под любой стиль. К единой униформе, как ко всему новому, многие сначала отнеслись скептически. Потому что вот эта вот форма ярко-синий цвет с разными блондинками, брюнетками и прочее. Ну, как-то вот казалось, что она будет нас съедать. Не съесть, а подчеркнуть. Оставать с собой, когда рядом еще 9 сотрудниц в такой же форме, оказывается, можно. Вот точек, ну, вот смотрите. Его тоже можно завязывать, как хотите. Вот он такой формы, квадратный. Там можете на девочек потом посмотреть, у каждого он завязан, кому как удобно. И вот главный секрет формы. Как только ее надели, стали, говорят, ответственнее. Может, где-то и дисциплинируют, скажем так. Потому что уже граждане видят в тебе, я, скажем так, специалиста, не просто девочку с улицы. Заметили это и люди, которые обращаются в одно окно. Приятнее, когда человек действительно в форме, потому что как-то дисциплинирует, я не знаю, красивая форма. Подсказывают, помогают сориентироваться в тех вопросах, которые не ориентируешься. Пока в васильковой форме только сотрудницы заводского района столицы. Но уже скоро приоденут и остальных. Соответствует ли новый стиль последним веяниям моды? И вообще, тот ли посыл несет форма? Мы спросили у того, кто знает о моде. Все. Принт выбран правильно, потому что он должен нести определенный посыл обществу людям, которые приходят. А это наше культурное наследие. Цветок, который символизирует Беларусь, это василек. Приятный, хороший состав материала, я понимаю, единственное, может быть, более бы деликатная обработка, можно было бы сделать. Наверное, другой способ я бы применила. Каким же будет модный приговор? По десятибальной шкале вот какой балл поставить этому платочку? Хорошую, честную восьмерку. А вот платок с жилетом фэшн-эксперты сочетать не рекомендуют. В эти дни как раз проходит Белорусская неделя моды. И дизайнеры предложили помощь тем, кто помогает людям. Обещают, это будет недорого, но очень стильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди. О том, как форма выручает, знает Виталина Рудинок. Ей всего 19, но примерно 9 из 10 клиентов, которые заходят в это отделение банка, прямиком направляются к ней. Вы можете попробовать еще раз, если не получится, позвонить в этот банк. Звонить туда нужно бесконечно. Как заплатить за квартиру или телефон, получить международный перевод, пополнить депозит, подключить смс-банкинг. Виталина любит помогать людям. На работе я более чувствую себя женщиной официального стиля, чтобы меня уважали, и форма это подчеркивает, что ли. А сохранить индивидуальность здесь помогают туфли. Наш собственный опрос показал, белорусы единый стиль приветствуют и надеются, что форма как-никак помогает. Относиться с пониманием, с уважением, доброкачественно выполнять свои обязанности. Это все форма помогает? Помогает, конечно, помогает. И пусть одним форма просто радует глаз, другие же уверены, единый стиль в одежде сплотит коллектив. Третьи надеются, благодаря форме им будет проще завоевать авторитет. Главное, чтобы человек был на своем месте. А девиз службы «Одно окно» «Мы работаем для вас» был не пустым звуком. Наталья Козья, Геннадий Чили, Александр Пылинский. Наши новости. Субботний выпуск. Рассмотреть любое обращение органы власти обязаны в конкретные сроки, вне зависимости от формы. Здесь куда важнее содержание. А в нашем следующем случае время уж точно имеет первостепенное значение. Попасть из Минска в Гродно можно будет быстрее всего 4 часа поездом вместо 5 и даже в бизнес-классе. Отныне поезд не будет останавливаться в каждом населенном пункте. Минутные привалы лишь на трех станциях. Для удобства пассажиров кондиционеры, розетки и Wi-Fi – все блага цивилизации. Вагоны будут как в метро, но скорость намного выше до 120 км в час. Раньше этот состав курсировал из Гродно в Вильнюс. Время в пути будет составлять 4 часа 08 минут преследования из Минска и 4 часа 03 минут преследования из Гродно. Обслуживаться этот поезд будет новым мотор-вагонным подвижным составом дизельным, который подусматривает комфортабельные места для сидения, кондиционирование воздуха. Это поезда самолетного типа сидений. Это не лежачие места, это места для сидения. Как утверждают специалисты, кислород водителям маршруток состав не перекроет. Во-первых, микроавтобусы отправляются каждые полчаса, да и скоро на М6 завершат реконструкцию. Передвигаться по четырехполосному шоссе можно будет, следуя трехзначным ограничителям скорости. Как ни крути, белорусы все-таки предпочитают личный транспорт. Больше того, следят за новыми моделями. Продажи в автосалонах растут. На начало года в стране зарегистрировано 2 миллиона 973 тысячи легковых автомобилей. К концу года, по прогнозам автомобильной ассоциации, официальные дилеры продадут около 53 тысяч новых автомобилей на 50% больше, чем в прошлом году. Хотя наиболее продаваемой маркой по итогам третьего квартала является один французский бренд, в личной собственности граждан больше всего немецких авто сразу три первых позиции. Если 18 лет назад в расчете на тысячу жителей Беларуси приходилось 139 легковых автомобилей, в 2017-м уже 313 в лидерах не столица, а Гродненская область. Меньше всего автомобилизация коснулась Гомельщины, сообщает Национальный статистический комитет. И еще интересный факт. Если судить по данным все того же третьего квартала, каждый день белорусы покупали два новых автомобиля премиум. Класса одного известного немецкого концерна. И это не БМВ. Последний желтый лист упал с финалом листопада. Награда роздана именно победителей известной. Неделю мы смотрели ленты, которые обычно сложно увидеть на большом экране. О проблемах и судьбах режиссеры рассказали на языке кино. Среди обилия картин мы отыскали три небанальных фильма и три взгляда на современный кинематограф от режиссеров из Таиланда, Болгарии и Польши. Прямо сейчас необычный сеанс. Главная эмоция, которую я хотела бы передать в своем фильме это надежда. И неважно, какой свет, как двигается камера, какая музыка. Это инструменты, которые просто помогают. Первые 30 минут фильма они абсолютно беспросветные. И я знала, что могут быть люди, которые покинут зал. Но я решила следовать своему пути, потому что ты не можешь показывать белое, если нет черного. Вашей главной героине Ирина, насколько для вас было тяжело показать ее эмоциональный путь. Я знаю, что для вас особенное значение имело ее лицо. Для меня было важным найти баланс между хрупкостью лица, которая показывает историю, потому что, когда мы проходим через разные ситуации в жизни, они оставляют следы на нашем лице. Иногда это реальные морщины, иногда это грусть в глазах. Зная, что этот персонаж переживает довольно непростые ситуации, она должна была молчать большую часть времени. И я хотела показать лицо, которое передает эту экспрессию. Глаза, которые говорят сами за себя. Глаза, у которых есть глубина и душа. А в СОУ? У меня немножко осталось такое тяжеловатое впечатление, если честно. И где-то даже на середине фильма мне даже иногда хотелось, чтобы он быстрее закончился. Больше, наверное, как вы говорите, черных все-таки. Наверное, больше. Знаете ли вы о том, что несколько картин снялись с национального конкурса листопада в связи с изменениями в правилах отбора? Слышали ли вы об этом? Если я скажу, что не задумываюсь над тем, кто сидит в жюри, это будет не совсем правда. Все об этом думают, режиссеры тоже люди. Для меня самая важная вещь это зацепить аудиторию. Не так важно, кто это, министр культуры, священник в церкви или дворник, если я могу донести до него своего идеи. Она о том, что любовь может победить отчаяние и надежда может победить одиночество. Тогда я довольна. Здравствуйте, мистер Пхути Пхонг. Меня зовут Дмитрий. Рад видеть вас здесь на Листопаде. Я сейчас отойду, представлю свой фильм, а потом мы пообщаемся. В моем фильме было всего лишь 30 страниц сценария. Это очень мало, обычно приблизительно в три раза больше. Остальное место я оставил для эксперимента. Мы много импровизировали на площадке. Проблема этнической группы Рахинджи в Мьянме, она всклыхнула все мировое сообщество в этом году. Вы выбрали эту тему, потому что она была на слуху или она затронула вас лично? Мы воспринимаем беженцев как незнакомцев чужой земли. Мы их боимся. И вот мой главный герой, он отличается от большинства. Он доброжелательный, отзывчивый. И вот здесь и кроется моя главная идея любви и понимания к человеку, даже если он чужой и отличается от нас. Когда-то Жан Лю Гадар сказал, что на киноэкран нужно смотреть снизу вверх. Вы согласны с этим утверждением? Я не знаю, насколько велико сейчас влияние кино, когда есть интернет и мобильные телефоны. Кино, оно несколько более требовательное, потому что мы призываем людей прийти в конкретное пространство на несколько часов. Именно поэтому я считаю, что режиссер точно должен быть на одном уровне с аудиторией. Потому что мы приглашаем зрителя в наш мир, чтобы посмотреть на картину вместе. Это не фильм, который полон экшна, там, где ты постоянно такой в напряжении. Он скорее погружает тебя глубоко. Вот я смотрел фильм и до последнего, если честно, я не понял, о чем речь. То есть у меня были с ним другие мысли. И режиссер рассказал, что это про беженцев, про это. Ну, картинка, она немножко вообще изменилась у меня. То есть такой пазл, он разобрался и собрался снова. Я понимал, что создавал не блокбастер, и это давало мне определенную креативную свободу, когда на тебя постоянно не давит продюсер. Для меня такой проект прежде всего вызов и опыт. каучсерфинг, иными словами, возможность во время путешествий останавливаться на ночь у человека тема сейчас довольно популярная. И ваш фильм, он явно не только об этом. Чем вас привлекла эта тема как документалиста? Феномен каучсерфинга, на мой взгляд, может быть представлен как мобильная интимность. Да, это несколько парадоксально, ведь когда мы мобильны, мы не тратим время на общение с незнакомыми людьми. Тем не менее, в этой ситуации наоборот, за короткий промежуток времени каучсерферы могут обсуждать такие вопросы, которые никогда не затрагивают с обычными друзьями. Это уникальное доверие, его я хотел показать в своей картине. Всегда интересно смотреть, как люди, которые бы никогда не познакомились в реальной жизни, разговаривают об очень важных вещах. И еще я пришла к выводу о том, что чем меньше мы знаем слов, тем больше мы говорим по делу. Я думаю, что благодаря документальным фильмам мы можем многому научиться. Здесь мы видим реальные чувства, а также разные точки зрения. И это мне нравится. Поговорим немного о документальном кино. В принципе, его показывают массово только на фестивалях. Впрочем, оно все равно проигрывает по популярности игровому кино. Вы лично расстраиваетесь, когда видите неполный зал? фестиваль. Фестивали важны, потому что часто это картины, которые не попадают в широкий прокат. Но именно здесь ты можешь увидеть людей, которые заинтересованы в твоем фильме и получить от них отзывы. На фестивалях всегда особенная аудитория, которая эмоционально очень вовлечена в твою картину. К тому же кинофестивали всегда проходят в уникальных местах, как, например, в Минске. До чего может довести тяга к прекрасному? Девочку из Гомеля мама не пустила на концерт, и она пожаловалась прямо на телевидение. И не кому-нибудь, а Ивану Урганту. Ох уж эти подростки, вроде бы шутка, но Ургант взял и перезвонил. Мама в шоке, но не только она. О чем договорились по скайпу, и при чем здесь славянский базар? Наш корреспондент Максим Вечерков звонить не стал, а сразу приехал в гости. Это любовь, не имеющая границ. И такую преданность, говорит Катя, днем с огнем не сыщешь. А вот предмет ее обожания довольно необычный для белорусской молодежи. Южнокорейская группа BTS. В переводе пуленепробиваемые скауты. Многие о такой даже не слышали. Это просто как фейерверк, как бабочки в животе. Энергичные и яркие. Их музыка, как вирус, распространяется по планете. Но где заразилась Катя? Ведь у нас их не показывают. Пять лет назад увидела клип в интернете. Теперь ее комната словно музей бойсбенда. Это Чонгук, это Макне, то есть это младший в группе. Это Ви или Техён. Он немного старше Чонгука. Появившись изначально как музыкальный жанр, кей-поп, симбиоз электроники, хип-хопа, танцев и блюза превратился в масштабную музыкальную субкультуру. И почему бы не съездить на концерт любимой группы, подумала Катя. Хоть даже и в Южную Корею, но мама была против. Она сказала, что нет, ты никуда не поедешь, и если они только приедут в Москву какой-нибудь, в Минск тот же самый, тогда может быть да. Такой ответ Катю не устроила, и она обратилась за помощью к известному телеведущему. Как зовут вашу маму? Наталья. Наталья. Будьте любезны, нам нужна Наталья, мы должны с ней обсудить... Да, сейчас. Она не знает, что вы нам писали? Нет. Прекрасно. Мама от Урганца. Сколько лет Кате? 16. 16? Да, да. Наталья, я бы на вашем месте сделал то же самое. Никуда бы дочь ни в какую Корею не отпустил. Мы от вашего имени пишем письмо от собственного с просьбой группе BTS как можно скорее приехать на концерт в Гомель. Давайте сделаем так. Можем ли мы объединить это желание, договориться с Витебском, чтобы группа BTS выступила на славянском базаре? До Витебска вы доехать сможете? Да. Все. Тогда будем считать, что конфликт исчерпан. Спасибо огромное. Огромный привет Гомелю. Будьте счастливы. Реакция из Витебска не заставила себя ждать. Организаторы славянского базара на просьбу стиле экрана ответили в своей официальной группе. Во-первых, пригласили самого Ивана Урганта и пообещали приложить все усилия, чтобы корейскую группу в Беларусь привезти, даже несмотря на их плотный гастрольный график. Формирование программы идет прямо сейчас. Коллективы из Южной Кореи уже принимали участие. И, конечно, мы обратим внимание на пожелания наших зрителей, которые хотят видеть молодые интересные группы в программе в будущем году. В семье Рудковских праздник. Неужели это правда? Ну теперь-то мама отпустит. Я думаю, на славянский базар, если они приедут, то мы обязательно осуществим ее эту задумку, мечту. Конечно, не придется ехать в Корею, это далеко. И как бы мы не знаем языка, естественно. Витебск близко. И мы, тем более, не были в самом Витебске никогда. И не были на славянском базаре. Если бы они приехали в Беларусь, то все бы армии, как бы, они были бы в шоке. Как мне говорит моя подруга, я бы тебя расцеловала за то, что бы приехали они. А еще это история о том, как простая студентка Аграрно-экономического колледжа однажды проснулась знаменитой. Меня начали узнавать на улицах, подходить, фотографироваться и, наверное, брать автографы. Популярность дело такое. Юные белорусы далеко не первый раз появляются на российском ТВ. Шестилетний Ваня из Минска просил того же Урганта договориться с рэпером Бастой, чтобы они вместе спели на концерте. Мечта сбылась. Одиннадцатилетняя Настя из Сморгонии учила Максима Галкина правильно называть ее родную страну. А пятилетняя Дарья из Бреста удивила ведущего чтением книг наизусть. Теперь, похоже, Кате придется возглавить белорусское движение поклонников корейской музыки. О такой экзотике в нашей стране многие и узнали-то благодаря настойчивой девочке. Максим Вечерков, Олег Шапель, Владимир Петенев и Олег Горюнов. Наши новости. Субботний выпуск. О музыкальных вкусах спорить дело, конечно, неблагодарное. Кому-то ближе корейская музыка, а вот фанаты по всему миру ликуют Spice Girls. Воссоединились. Не опять, а снова. В туре они проедут по Британии впервые за десятилетия, но к огорчению мужской аудитории без самой знаменитой своей участницы. Виктория Бекхам оказалась слишком занята. А Мишцем с момента образования девчачьего коллектива прошло 25 лет. Кто-то скажет, перчинки уже не те. Что ж, услышим. А вообще, знаете, что нам их шоу, когда своих хватает? В том смысле, что удивительное, рядом в Минске установили светящуюся скульптуру грузовика. Мас, ну прям как живой. Модель самая ходовая, хотя на самом деле даже больше реальной. Шесть с половиной метров. К слову, для работников Мингорсвета завод не рассекретил чертежи. Габариты искали в интернете. Правда, гигантские размеры не отпугнули хулиганов. Недавно кто-то украл блоки управления гирляндами, не побоявшись ни закона, ни электрического напряжения. К слову, энергии фигура потребляет, как несколько компьютеров. Лас-Вегас таким мазом, конечно, не осветить. И вот пришло на ум. Помните знаменитую рекламу «Праздник нам приходит»? Скоро ее опять начнут показывать. Органично. Такой эту ноябрьскую неделю увидела команда субботнего выпуска. Уверены, дальше будет интереснее. Хотя точно не разглядеть. Будущее кажется довольно туманным. Но прогноз погоды это совсем другая передача сразу после рекламы. Хорошего вечера.